добрый день дамы и господа другие подруги здрасте сейчас сейчас будет необычное видео которого еще ни разу не делал но почему-то мне очень сильно захотелось повторить это не повторить воплотить воплотить жизнь дело в том что в нескольких последних видео прозвучали комментарии нескольких людей которых я несомненно уважают и подписчики моего канала за что уважаю люди толковые сметливые эрудированные в бретении новички и которые скажем так понимают суть процесса и те некоторые нюансы которые в этом во всем процессе возникают отрицательные они сами думают головой собирая информацию конечно анализируя как это можно исправить как это можно улучшить о чем я говорю я говорю в первую очередь вот об этих трех людях я не сомневаюсь что у меня на канале таких людей полным полно но просто вот эти три человека они как-то знаете вот на мой взгляд являются родоначальниками того видео который вы сейчас увидите я всего лишь это консолидирую ну чуть-чуть своего добавлю но тем не менее благодаря им это видео сейчас появится на канале в последнюю точку поставил урмас вчера с ним разговаривали по скайпу и урмасе вы знаете урмас это из эстонии наш эстонский горячий парень урмас привет так вот началось все началось всего с алексея афанасьева бытность еще когда было видео по поводу помазков алексей сказал что я как медик ребята и как химик а нет как химик как химик химику вам скажу что спирт для помазка очистить очень даже хорошая штука потом поддержал все это я имею про это видео павел водопьянов он там кое-какие вещи набросал помните пророку что там можно прокладочки то все это он то что вот консолидировал опыт там была пара фото про прогресс как он лечил болячку прогресса помните там вот эти вот трубочки вставлял скорее всего мало кто из вас обратил на это внимание но и я подцепил и урмас это подтвердил и в этом видео это будет тоже как увеличить прогресс ну и плюс ко всему еще почему именно разговор урмаса поставил точку потому что урмас все это решил развить так как он человек такой достаточно обстоятельный дотошный он привык разбираться в мелочах терпение да блин я не знаю укрота терпения когда он роет нору меньше на чем урмаса и ему не занимать что сделал урмас он услышал алексея афанасьева да спирт это хорошо почистить помазок почему нет но он сам себе задал вопрос на спиджи уберет только жировую составляющую а каждый раз когда мы пытаемся почистить помазок от того что он накопил там за месяц за полтора за два за полгода за год своей работы это же не только жир это что-то там еще ну все вот эти вот знаете вот белые осадки от мыло прочее прочее он начал рыть море не только наши формы но и зарубежные и в результате этого рытья выяснилось что оказывается у буржуинов там на западе продаются специальные мыло для помазков используя которые можно помазок вообще полностью очистить но урмас хоть и эстонец но он старой советской закалки поэтому стал искать как это можно сделать по-другому что он делает он посмотрел сторону уксуса и сторону соды почему уксус после того как мы прошли спиртом ему захотелось добавочно очистить помазок вот от этих белых всяких вкраплений которые там все есть резонно предположив что спирт не полностью совсем справиться уберя только жировую составляющую и он взял помазок и на 10 минут поместил его слабый уксусный раствор насколько слабый просто кисленький должен быть ну накипь чайниками как убираем это можно и лимоном там и содой всем подряд так вот сода пошла следующий для чего чтобы вот ту кислоту которая работала перед этим помазки нейтрализовать излишняя кислота как он резонная я с ним согласен предположил она на нашем ворсе то ну на ворсе помазка она как бы ни к чему по итогу что он делает берет объем определенной водички теплой порядка 40 градусов делает слабый уксусный раствор на 10 минут помещает туда помазок выдерживает потом его тщательно промывая стряхивает высушивает а потом берет слабый содовый раствор тоже теплый еще туда на 10 минут а потом опять промывает опять высушивает и вот то что у него получилось он чуть не кончил ой он был чрезвычайно рад когда мы с ним разговаривали он держал в руках помазок гладил его как мы любим гладить помазок на эти вот так вот его и просто млел как котенок вот именно это мне до чертиков и захотелось повторить плюс ко всему он посмотрел увидел те фото которые выложил павел до пьянов и он пошел своим путем он тоже использовал термоусадку но он использовал несколько иначе и что у него получилось у него получился тот результат от которого он точно также балдел вот это все ребята я вам сегодня хочу показать на видео но добавлю лишь свое я сам для себя в голове прокрутил ну ладно хорошо мы берем помазок мы его чистим то есть начале спирт потом уксусный раствор потом содовый раствор а что если вся вот эта цепочка из трех растворов сможет еще убрать не только ту лишнюю грязь которая скопилась по мазке но и запаховую составляющую а мало ли а вдруг если это так то это будет приятный бонус это чем мы сидим пошли в семи водах полмазок полоскать ну и за одним прогресс мой вылечим кстати да у него люфта тоже изрядно то это вы сейчас сами первой проверим идею тоже урмаса по поводу лучшайзера для станков одной из своих идей он уже показывал помните когда берем резиновые такие уплотнения ринге нужного диаметра и цепляем на любой станок который вам хотелось бы держать поудобнее и вас не устраивает что он чуть подскальзывает или еще что-то и у нас получается гирлянда из-за рингов а второй способ второй способ будем проверять сегодня не уверен что мне получится с первого раза но тем не менее что он сделал он нашел ручку с резиновой вставкой которая по диаметру более-менее подходила для его нужд к сожалению я такой не нашел все что у меня было это вот нашел вот такую вот красоту ли ну но сами понимаете что натянуть то будет достаточно непросто а хотелось бы потому что ты шейф это как бы все таки он достаточно гладенький и держать но не всегда удобно посмотрите как получается я думаю что без горячей воды здесь наверно все таки не обойтись вот что у нас получилось струя горячей воды тряпка и пять минут пыхтения привели к следу чем результатом ручка у нас осталось под раздетая а станок приобрел новые свои качества во первых его стало гораздо увереннее держать потому что вот это само по себе зацеп имеет совершенно другой нежели вот это вот отполированная сайте сатинированная часть металла ну и на эстетику на эстетику мне кажется ошибка то не повлияла добавила какую-то изюминку ко всему этому я хочу добавить что идея урмаса сработала что все это нормально что все это живое плюс у кого нет желания заморачиваться с резинками от ручек и бегать по магазинам их искать можете конечно же использовать термоусадку заранее и ровненько отрезать какая вам нужна чтоб здесь на станке уже лезвие не корячится и спокойно ее одеть а потом тынь 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 или феном или зажигалочкой все это дело и выровнять так опробовано ставим штамп работает следующее расписание у нас ремонт прогресса не все но некоторые ребята которые просто покупают этот станок говорят что более все таки лезвие подплясывает и все таки там есть небольшие проблемы какого рода проблемы по водопьянов показал что он вот в эти вот отверстия вставлял термоусадку дабы убрать вот этот люфт посмотрите видите то есть вот этот люфт несколько децел показывает что диаметр вот этих пеньков и диаметр посадочный на самом станке он различается но это можно даже замерить 490 4 9 4 9 это верхняя нижняя 48 4 9 где-то да можно так сказать а диаметр самих пеньков 4 65 463 три десятки разница почти три десятки казалось бы небольшая но приводит 463 да практически одно и то же но приводит следующему берем нашего джигита уже который раз он нас вручает и приводит это к тому что у нас вот эта пляска у меня она маленькая у некоторых ребят она достаточно большая видите как пляшет относительно этих шпеньков так вот павел под водопьянов показал что он вставляет сюда пластиковые трубочки и каждый раз когда он вставляет лезвие насаживается на это и он убирает люфт самой верхней крышки урма же сделал несколько иначе он подошел к этому с другой стороны и термоусадку он посадил на сами вот эти шпеньки чего он достиг во первых он убрал вот этот люфт относительно базы верхней крышки во вторых он очень улучшил посадочные свойства для самого лезвия вот этот люфт у него ушел на корню как же это можно сделать все что необходимо это найти подходящую термоусадку если допустим возьмем эту сильно большая проблем нет зажигалка все исправит но тем не менее можно посмотреть возможно что-то лучше есть вот вот это садится вообще хорошо посмотрите она как прям как равная так заходит так как варианта вкладываем в сторону хорошо у нас еще есть а есть у нас еще вот такая которая вообще и сама то по себе в натяг смотрите как находит вот это мне больше нравится потому что после обработки высокой температуры она сядет еще плотнее ладно пока побеждает вот это черненькая и хоть ты блин даже слазить не хочет а еще у нас есть красненькая которая также легко находит легко сходит так давайте наверно остановимся нет вот это я не буду использовать потому что она достаточно натяг находит а мне хотелось бы уверенного приема то есть я хочу быть уверен что я ее нормально посадил поэтому возьму наверно или красненькую или черненькую какую слишком легко вот это больше в натяг это совсем легко так берем вот эту красненькую причин и и посадить берем наши ножнички и ровненько и мы ее обрезаем по 90 градусов это чтобы она у нас ровно села с этой стороны сделаем то же самое ровненько ровненько и тут тоже самое опускаем до конца а теперь теперь давайте ее садить мне немного не нравится что вот она вот так вот вверх находит сейчас посмотрим если лезвие будет садиться с каким-то неудобством конечно же эту верхушку я обрежу но пока это только предположение пробуем смотрите как изгибает лезвие это мне не нравится с одной стороны с другой стоп очки и все это сняло так мне это говорит о том что термоусадку я посадил неверно верхнюю часть я обжал а до нижней части действия температуры не дошло сейчас постараемся по всему периметру хотя вот это я сейчас на камеру вот так вот вы еживаюсь а самое простое было бы это в кипяток просто опустить всю эту штуку и она бы равномерно полностью все обжало сейчас попробую еще раз если не сработает наверно потом без камеры в кипяток ее опущу ну вроде бы что-то получилось да пока остывает очень интересно замерить параметры замерить параметры диаметр этой трубки примерно где-то 5 миллиметров толщина стенки две десятых ну что вы хотите у нас там зазор был в три десятых здесь получается две с половиной то есть пять десятых но пускай она обожмется маленечко когда мы ее нагреваем но все равно четыре три с половиной десятки наверняка остается именно поэтому она идет впритыку так а что-то более тонко стены у нас есть то же самое ух еще толще так вот это тоненькая это как факт вот если чего вот это следующее пойдет блин это вообще толстостенная так а это что тоже не тонкая вот она так получается у нас самая тонкая вот это да да вот если что тогда вот эту следующую запустим вдруг с этой не получится ты остыла? остыла пробуем еще раз ну тяжеловато ребят идет я вижу что лезвие это изгибает чуть-чуть интересно а ты будешь у нас находить? так совмещаем да все закрутилось все хорошо стало смотрите как ровненько ровненько хорошо так а как ты будешь разбираться так так нормально будет разбираться а так что у нас тут получается вот эти вот зацепы так что у нас тут получается вот эта вот гармошка и зацепы мне не нравятся все таки мы эту фигню убираем и давайте попробуем тонкостенную минута в горячей воде потом в холодной привели к следующему ну вот это конечно мне не нравится это надо аккуратненько убрать достаточно плотно села так что даже прокручиваться не хочет это хорошо это мне уже нравится да парни не надо выеживаться с зажигалкой самое простое наверное все таки на минуту опустить в горячую воду ну хорошо горячую ну здесь нормально а потом в холодную чтобы стабилизировать если будет нам счастье так еще раз заходит хорошо а что с лезвием ну с лезвием здесь уже получше смотрите фиксация лезвия настолько улучшилась что оно даже не колышется так и теперь опять одеваем совмещаем так вот так будет правильно закручиваем сейчас я вывел ее практически в ноль и что у нас получается ну вроде бы ровно вроде бы все хорошо ну что ж ну-ка как снимется зараза все таки достаточно упругое соединение и опять эта штука слетела ну скажу так не совсем мне понравилось то что я испытал не понравилось что понравилось как садится понравилось как закручивается понравилось скорее всего как будет работать потому что вот эти вот люфты все поуходили нафиг не понравилось что когда разбираю приходится ловить вот эти штуки но мне почему-то кажется что это будет гораздо интереснее чем павел водопьянов у нас все это придумал поставляется суда это гораздо проще хотя если вы трубку подберете для этих отверстий то это тоже как бы вариант с другой стороны не так уж часто я переставляю лезвие один раз в неделю и если допустим у меня эта штука будет слетать то я всегда ее могу поймать и поставить обратно а потом уже закрепить лезвие прибавить к этому что со временем наверняка этот пластик оботрется и он будет не такой съемный ну-ка эти 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 да поймать него будет не трудно зато я уберу свою болячку ребят понятно что это вынужденная мера понятно что не от хорошей жизни но если все-таки есть люди у которых прогресс страдает вот этой вот фигней что шпеньки у них гораздо меньше чем отверстие на нижней плите как вариант да это может сработать как вариант урмаса одевать шпеньки какие-то термоусадки на шпеньки так и вариант павел водопьянова что вставлять трубочки в отверстие вполне себе может быть что это сработает и для пикало там надо смотреть я еще не пробовал но уфа типа я имею ввиду там надо разбираться но этот вариант тоже опробован имеет место быть печать поставили два проверенных варианта от урмаса и павел водопьянова убираем сторону до термоусадка или резинка от ручки работает и до вкладыши от павел водопьянова в нижнюю плиту или насадки на шпеньки от урмаса работает следующие же способы сейчас только проверять будем 1 этот алексей афанасьева который предложил чистить узлы при помощи спирта и то что предложил урмас также это продолжение алексея афанасьева после спирта будем применять легкий уксусный раствор и после уксусного легкий содовый раствор не сказал бы что вот этот помазочек который будет принимать участие от мужского материка сильно загажен он мне кажется вполне себе нормальном состоянии посмотрите на даже перхоть не сыпется но это самое грязное что у меня есть ребята и поэтому пойдет он а вот эту идею будет проверять в смысле по запаху это яки барсучок на мою беду он практически не пахнет нифига на эти какой-то легкий-легкий натуральный запах есть такой чуть-чуть но псиной вообще не воняет возможно начнет пахнуть если его замочить но другого ребята вот у меня всех барсуков перебрал ни один псиной не воняет но что-то делать надо вот канолевый помазочек сейчас и возьмем парни не знаю какой вы спирт сумеете найти но у меня для этих целей вот совершенно случайно завалялась маленечко 95 его и используем одна посуда чисто химическая но другой граненый стакан вы уже как бы знаете располагаем все это на ближайшие 10 минут пускай откисает парней скажу вам даже больше прошло 15 минут давайте посмотрим что у нас тут по факту впитала очень здорово первоначально помните сколько там было 120 миллилитров спирта смотрите сколько осталось цвет спирта я не вижу чтобы поменялся но надеюсь за эти 15 минут что-то с помазками произошло я пошел их полоскать а следующий у нас на очереди услышку уксусный раствор так что мы имеем по факту на этой стадии яки набухался так что даже один волосок потерял пока кроме спиртом от него ничем не воняет все-таки 95 градусов обязывает поэтому сейчас говорит что-то рано единственное что появилось я стал чувствовать такой найти хруст характерный то есть вот как найти ты 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 как будто что-то обезжиренное ты рукой проводишь да это есть что до старого доброго проверенного тут нифига не потерял спиртярой конечно стал пахнут но то мыло которым он пахнул не а не еще чуть-чуть в обоих чуть-чуть стал появляться привкус запах шинелки чуть-чуть капельку что мы делаем берем 9 процентный уксус а киевский и доброствор у нас был одинаковый наверное все смешаем в одной чашке серебряной ложки не было есть мельхиоровая я думаю для чистоты эксперимента это будет неважно еще попробуем одну чайную ложку чуть-чуть кисленькая есть да но это не как лимонная водичка это меньше поэтому еще одну чайную ложку но скажем так сейчас это легкий такой кисленький раствор пожалуй не часто это буду делать раз в месяц поэтому я возьму на себя храбрить еще третью ложку и на этом мы остановимся больше не буду то что доктор прописал так делим это по-товарищески даже наверно вот так вот сейчас делаем еще торт ну что ж еще на 10-15 минут так о распушился ворот пушился даже входить не хочет вот так вот ну и тебя друг мой тоже распушился прошло еще 10 минут но если быть точным 12 половиной что же мы имеем как я визуально вижу цвет раствора не изменился но с помазками что-то происходит это видно они прям вон как пушатся так что мы делаем сейчас их опять промываем в теплой воде потом хорошо полотенцем обсушиваем а раствор меняем не на теплый с уксусом как был перед этим она теплый с содой поехали и так что же с нашими помазочками до конца он конечно же не высох но сколько мог я обсушил их от полотенца пока вижу что идет на пользу потому что пушистый повысилась это нормально потому что каждый раз когда мы с влажным работаем потом сушим он распушается особенно это с мылом но тут я еще чувствую что когда вот пальпация чисто на потрогать вот вот это вот когда вот совсем другое шероховатость то знаете какая-то легкая дубовалась она пропала сейчас я чувствую что тут охренеть что я чувствую я понимаю что не зря я это сделал на этом и останавливаться ребята не будем по-прежнему нас теплая водичка в районе 35 40 градусов сейчас будем делать раствор соды дабы нейтрализовать кислоту ну и плюс еще дополнительно почистим тут я в замешательстве потому что когда у меня изжога пол чайной ложки мне очень сильно помогает как же в этой ситуации поступить ну пускай будет вот такая чайная ложка почти вся растворилась значит перенасыщенный мы не сделали это уже хорошо фанатизм нам нафиг не нужен и по-братски по лавиням первый пошел твою дивизию они уже они уже входить не хотят так дай-ка я тебе пальцами помогу так но тут попроще тут как бы стакан это это не леза горловины пошире парни скажу вам честно настолько мне понравился процесс когда его после уксуса потрогал саму шортку по маска что решил соде подержать чуточку побольше 15 минут и вот 15 минут прошло на этом этапе урмаз говорит что у него даже цвет раствора слегка изменился потемнел якобы там что-то еще отвалилась у себя такого сказать не могу вроде бы все нормально пушистость конечно же повышенная потому что у меня он я прям вижу ворс в разные стороны торчит что мы сейчас делаем полощем в теплой воде протираем полотенцем и вешаем их сушиться все ребята процесс закончен очистки помазков парни тактильно прям я скажу изменился очень изменился запах нет запах такой способ убивать не будет но шерсть шерсть это знаешь это как будто волосы помыл с чем-то там типа кондиционеров эти такие белые пушистые все вьющиеся и вот здесь вот что-то вот такое вот когда знаешь вот молодежь видно когда вот только-только идут без шапки уши по ветру вернее кудри по ветру и все такое знаешь он на адреналине посмотри какая у меня притча вот здесь вот что-то такое есть знаешь такое ощущение что помазок сам балдеет от того какой он стал и дело даже не в том что они слегка распушились это после хорошего мыла точно также возможно дело в том что какая шерстка стала для себя сделал вывод я буду это делать ребята раз в месяц буду ну а теперь подведем итоги по существу я рад ребята я рад что подхватил идею алексея афанасьева павел водопьянов оставил свои идеи я рад что урмас поделился со мной своими мыслями своими находками не знаю стану ли я использовать вот процедуру с ручкой чтобы натягивать на станок если попадется ручка подходящей резинкой да вполне почему бы нет если нет нам не гораздо проще дойти до магазина который торгует для автомобиля резинотехническими изделиями вместе со станком посмотреть какие там резинки по размеру купить себе на сколько там нужно 20 30 копейки стоят и на ручку накидать сколько тебе надо вот тебе ручка то есть вариантов всяких возможно сделать уйму что же касается до лечения прогресса фати пикало и вижу с ними везде где на станках встречается что вот низкий такой разнобой люфт между пеньками и отверстиями где все это вот так вот входит к папа мама то да я думаю что и павел и урмас в принципе каждый со своей стороны подошел и сделал правильно в судя по фотографии я не знаю как это вживую павла получилось замечательно то как урмас не показывал на видео у него тоже это получилось хорошо в нашем случае когда снимаю лезвие и резинка иногда соскакивает я не думаю что это хорошо но особо знаете какого-то такого дисбаланса я тоже не чувствую просто каждый раз мне ее накинуть обратно труда то никакого не составит все это в кайф все это классно но то что ребята вот посоветовали и спиртом и усусим и содой пройтись ребята это дает эффект реально дает какой-то там грязи шняги в воде я не видел но я чувствую насколько изменилась сама фактура барсука во сколько она стала другой и я больше чем уверен что если допустим я буду это делать раз в месяц попускай два раза в месяц то моему барсуку это пойдет только на пользу есть конечно некоторая такая степень замороченности по поводу спирта не везде его достанешь но как правильно парни говорили к сожалению сейчас вот не упомню имя фамилию ребят объявитесь спасибо вам огромное там лайк поставил конечно люба под комментарием вместо спирта можно использовать но крепкий хороший одеколон тотка от которого вас не воротит кого-то допустим на тройного кого-то от шипра кого-то там от гвоздики но это тот же самый раствор спирта взял и используя его как техническая баночку пошире взял горлышко налил помазок очистил вылил обратно вот тебе пожалуйста из пирта кто до натурального не может дотянуться но с уксусом и соды с этим то проблем никогда не было то что этот способ также работает парни заканчивается наше видео я сам для себя надеюсь и для вас подчеркнул несколько интересных моментов которые в мире бритья у нас могут сработать благодаря конечно алексею афанасьеву павелу павлу водопьянову и урмасу ребята спасибо вам огромное ну а вам всем добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья пускай всегда всегда все будет хорошо ну и в конце концов сегодня праздник 1 мая погуляйте хорошо возможно у кого-то разгрузочный день возможно кто-то на смене кто-то на боевом дежурстве но праздник есть праздник не получится сегодня можно это сделать завтра даже если погулять не получится семью соберите и сдуйте куда-нибудь в парк в кино шашлыки пожарьте просто отметьте это дело все пока пока с вами был я вадим до новых встреч подписывайтесь на канал а а